Коллеги, уже поздний вечер. Здравствуйте. Вы все устали, поэтому я ничего вам рассказывать не буду. Я раздам вам домашнее задание. Ну, как сказать, знаете, щедрой рукой все предшествующие ораторы черпали время. И правда, я себя чувствую неловко, если я начну, пользуясь точно так же вашим интеллигентным отношением. Там кратенько, как говорил товарищ Огурцов, минут на 30-35. Поэтому я, правда, покажу вам несколько слайдов, а все остальное вы прочитайте сами, потому что я увидел здесь, презентовались наш шеститомник, в нем есть вся информация, читайте, вы там все найдете. Итак, что изменится для врачей-исследователей? Если почитать эти шесть томов, то вы увидите, что там изменится очень много. Вот то, что я выбрал здесь по два, скажем так, аспекта в каждом разделе, это отнюдь не исчерпывает огромного количества изменений. И говорить об этом можно очень много. Можно говорить о том, что изменятся подходы к статистической обработке. Они здесь на слайдах будут показаны, но я их пропущу. Слайды будут доступны, вы их при желании посмотрите. Не могу не отметить, что изменится порядок репортирования. И Евразийский союз, и Российская федерация переходят на систему репортирования Е2БР3. Более того, благодаря усилиям Росздравнадзора локализована русский язык, версия словаря Медра. А это значит, что вы не будете больше писать, кто хочет головная боль, кто хочет цифалгия, кто хочет еще как-то, называя ее, вы будете писать, пользуясь стандартными терминами. Вот это все изменится для врачей и исследователей. Естественно, вы видите, это все результат имплементации нормой СЕЧ, о которых говорилось. Вот здесь показано черным то, что у нас принято, зеленым то, что в работе. Красное – то, чего у нас не будет, потому что не захотели, не смогли, не успели. Действительно, работа большая. Взаимодействие ICH, E6, R2 и наших правил Союза, которые R1, и которые, в отличие от ГОСТа Российской Федерации, утверждены и являются обязательными, и национальных правил в виде ГОСТа, показано в этой табличке, вы разберетесь. То, что я говорил про статобработку в отчете, обратите внимание, что привычная нам аналитическая статистика по ряду исследований невозможна. И об этом говорит приложение к правилам, надлежащие клинической практике, которое является имплементацией СЕЧ-E3, где обсуждается вопрос для того, что на малых выборках представляются либо данные писательной статистики, либо данные графического анализа, либо данные человека лет, если речь идет о безопасности. Вот видите, кстати, пример графического анализа. Вот этот пример смоделирован, где аналитическая статистика его не находит, графическая находит, при желании разберетесь. И что изменится для пациентов? Для пациентов тоже изменится очень много. И опять же, можно перечислять до бесконечности. И новые виды исследований – это, наверное, то, что подарил всем Евразийский Союз. Самое главное – это то, что у вас исчезнут препараты, которые вы сейчас применяете неизученными. Если вы не знали, действительно так есть в Российской Федерации благодаря национальному законодательству действует принцип, что если молекула 20 лет на рынке, я могу ее не исследуя, выпустить. И вы применяете цисплатин, который на самом деле никто не исследовал, а он может быть фармацевтически альтернативен. У нас это уйдет. Эти препараты до 2025 года пройдут необходимые исследования и либо исчезнут с рынка, либо на нем останутся, если смогут подтвердить, что они эти исследования выполнили. Какие-то из наших нововведений для пациентов сделают их жизнь сложнее. Это нижняя строка – доступ к лекарствам и биоматериалам. 30-е решение Совета Евразийской экономической комиссии усложняет процедуры вывоза и ввоза биологического материала, биологических образцов. Это нужно учитывать. Вы знаете, еще месяц назад я бы сказал, что это хорошо. Недавно я разговаривал со знакомым, который говорит, как получать разрешение на вывоз. Я говорю, вот нужно обращаться в Росздравнадзор, какие-то документы. Он говорит, что и контракт с больницей? Я говорю, да. Он говорит, так его надо заключать. Я говорю, а как вы делаете? Ну так, говорит, приезжает, забираем, вывозим к вопросу. Поэтому, наверное, ужесточать стоит. Естественно, изменится еще один очень важный момент. Это сами инструкции по медицинскому применению. Они у нас в Союзе превратятся в листки-вкладыши. У нас исчезнет разнобой между листками-вкладышами. Не верите? Посмотрите сами. Бортезомиб в Российской Федерации рекомендован для восьми курсов, в Беларуси для пяти курсов. Даже в онкологии, заметьте, где нету тех препаратов, которые в других областях лечат несуществующие болезни. Онкология может, наверное, похвастаться только бифунгином из этой области. Остальные препараты вроде бы серьезные, важные, нужные, но между ними есть отличие в наших государствах. Вот они исчезнут, инструкции будут приведены в соответствие. Минусом для врачей станет то, что инструкции превратятся в листки-вкладыши. И лечить по инструкции будет нельзя. Но врач и не должен лечить пациента, читая инструкцию в упаковке лекарства. Инструкция в упаковке лекарства предназначена для врача. Когда врач лечит пациента по этой инструкции, он опускается до уровня средневекового шамана. Наверное, можно сказать так. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Надеюсь, я не очень злоупотребил вашим вниманием. Как-то развлек вас под конец. И читайте шеститомник. В нем много интересной информации. Он большой, толстый. Ну и не могу, опять же, отметить с радостью. У нас вот недавно второй препарат закончил регистрацию. Так что сейчас у нас два препарата уже зарегистрированы на Союз. 70 заявлений в работе находятся. В том числе и в Российской Федерации, Дмитрий Алексеевич. Вы меня все ругали, почему Российская Федерация не берет досье. Вот она их взяла и с честью несет. Спасибо. Спасибо.